Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэддис Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Марс. Марс – бог войны и у римлян. В древности Марс был также связан с земледелием. Считалось, что он мог наслать гибель урожая или наоборот сделать его богатым. Однако в более поздней эпохе Марс отождествлялся с греческим Аресом. Любовь Марса к Венере очень рано стала рассматриваться в качестве художественного сюжета, о чем говорят фрески в Помпеях. В эпоху Возрождения Марс и Венера были символами борьбы и любви, в союзе которых рождается гармония. Так, на картине Боттичелли шлем Марса служит игрушкой для купидонов Венеры. Венеру и Марса изображали также Козимо, Тинторетто, Веронезе, Пусин и Давид. Марс считался покровителем Флоренции. И согласно распространенной легенде, когда горожане были обращены в христианство и храм Марса стал церковью Иоанна Крестителя, статую языческого бога горожане спрятали в одной из городских баашен. Когда год Татилла разрушил Флоренцию, поврежденную статую Марса установили на городском мосту. Флорентийцы считали, что эта статуя поможет им восстановить разрушенный город. Как отец Ромула, Марс считается родоначальником и хранителем Рима. В то же время его храм был сооружен за городскими стенами. Войско не могло входить в город. На Марсовом поле, где устраивались смотры кавалерии. Также производились очистительные обряды. Священными животными Марса считались волк и дятел. Вот так вкратце о Марсе. Марс – бог войны у Рима. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok